Локоть зафиксировали Кисть держит крепко, пальцы не разжимаются Давайте круг сделаем Любой рукой, не важно Мы сейчас будем и правой, и левой делать Вот разминаем кисть, локоть зафиксируйте Чтобы локти не вращались Чтобы было вращение только в кисти и предплечье И в обратную сторону Перевернули вниз лезвием Локоть зафиксируем Перед работой шашки надо хорошо размять суставы Потому что травма сустава потом долго заживала Давайте правую руку Оружие держится крепко всегда Никаких пальчиков, ничего Крепко взял и происходит вращение Вращение кисти Локоть точно так же прификсировал Чтобы не было дополнительного вращения Вот она кисть Да, вот именно чтобы кисть работала И в эту сторону тоже самое В обратную Снизу вверх Дальше что Зафиксировали Раз сюда Раз сюда Точно так же шашка держит ровно Петля здесь Петля здесь Оп 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 Да Оружие всегда держится крепко 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 Снизу вверх Снизу вверх Тоже Добавляем амплитуду Уже вот рука выходит Рука выходит вперед Уже как рубящие Выходит вперед Обычно вторая рука Если есть ножны Она держит ножны Если мы в правой руке Что-то делаем Фехтуем Либо исполняем Какие-то элементы Вторая рука держит ножны Чтобы они будут не мотыли Поэтому руку на поясе Лучше держать Ну что, поехали дальше На правую ногу свесились В правую руку взяли Вот И вот здесь Сантиметров 50 от себя Полметра Вот Вращательное движение совершаем Сначала как бы она кистевое Потом добавляется рука И потом выходит На амплитуду руки Вот Я ее вперед выкидываю И прокручиваю Выкидываю и прокручиваю И вот она Да Сначала просто в кисти Но без пальчиков Оружие все время твердо держится Покрутил Вот он Свесился Покрутил И пошел Добавляешь Да Добавляешь руку Добавляешь И потом в эту Другую руку Тоже встал Свесился И вот И здесь покрутил Так же оружие держится крепко Как только наработал амплитуду Потом можно руку выпускать уже То есть вот Я ее Вот Я ее Выпускаю туда Каждый удар Выпускаю вперед Каждый удар Лезвием Стараться Да? Лезвием Лезвием Да Ну вот смотри Вот сбоку видно нормально Вот Идет лезвие Прокручивается Вот лезвием И каждый раз Когда я выпускаю руку Я лезвием рублю Простоя восьмерка Вперед Назад Точно так же Оружие держится крепко Вращается Корпус Корпус Плечо Корпус Плечо Теперь на эту восьмерку Правой рукой Добавляем вращение Сюда вернул Оп Заметно? Да Заметно, но не понятно Все знают Не знают Смотри Вот я повесил руку Петлю вперед Сделал А потом Вот это движение А потом петлю назад Петлю вперед Вращательное движение И назад Петлю вперед Вращательное движение И назад И получается вот такая штука Оп И то же самое Рука ничего не делает Делай правой сначала рукой Не на пальцах Да Не на пальцах Только рукой Для этого вращается корпус Вращается И вот он загоняет Вот смотрите Сделаю амплитудно Чтобы всем было видно Смотрите корпус Видишь гуляет Вот Это я все делаю корпусом Но только Вот Я понимаю Как в круге Другой Вот Кидаю корпусом восьмерку Раз Сюда она возвращается Потом Закидываю И сюда А потом назад Восьмерка Восьмерка Перед собой Петля внизу Вверху Внизу Вверху Внизу Вверху Петля внизу По ноге Ногу поднимаешь Петля внизу По ноге Петля вверху Ноги пошире Оп 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 И Другой Рукой То же самое Можно попробовать Оп 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 Вот деревянный Путаешь Вот Это Опять Детская До двенадцати лет То есть это Ловкость Координация Движения Ловкость Координация Движения Вот Встал Ножки пошире Ногу рубишь себе Убирай Ногу рубишь себе Убираешь Рубишь Убирай Оп 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 Ну и конечно с острой шашкой Как у меня лучше все заниматься Ногу не убрал До свидания гусина Ну и потом прибавляешь Вот она Чтобы побыстрее она была Чтобы она была побыстрее Только бить надо четко себе по ноге Вот я рублю Вот она Я рублю прям по ноге И убираю Рублю по ноге И убираю Убираю Клинок проходит Через ногу Дальше Обухом по животу Бьешь Раз И убираешь Живот И автоматически Она сразу пошла вверх Вот если Вот так сделать Такое движение Бьешь себя обухом И отскочить Она сама пошла Раз А второе Вот это Она вышла на круг И бьешь себя по голове И приседаешь Резь И по голове Оп и присед Оп Оп Присед Раз И прям вот Вот Вторым этим Себя прям И приседаешь Резь Оп Оп Раз Оп А третий Оп Вот здесь Раз Два Оп Три Поехали дальше Диагональ Вот Просто руку вверх Подняли Да Сделали так Чтобы клинок вверх И не наверх И вот отсюда Перенес центр тяжести На левую ногу И вот диагональ Вот такую рублю И вот смотрите Возвращаю Раз И сюда вернул Раз Клинок всегда смотрит Вперед Он не ломается То есть вот такого Не надо допускать Чтобы он ломался И вот отсюда Из-под задницы Куда-то бил Не надо То есть он вот Смотрит вверх И рубит Вторая рука также на поясе И другой Другой рукой То же самое Такой вопрос Что всегда Посмотрел видео Некоторые Говорят Что надо учитывать Что у тебя тут лошадь Я расскажу сейчас Про лошадь Это мы пока Выстраиваем плоскости Тренируемся Это не боевое Исполнение Это учебное Исполнение Рубить Рубить надо не под ногу Себе А полметра Одной Дальше Вертикальный Вес Перенесли На правую ногу Если оружие В правой руке Рубим Полметра От себя Точно так же Клинок смотрит вверх И вот Происходит Трубка И он По прямой траектории Возвращается Опять вверх Вот Происходит Вот такая штука На прямых ногах Да? Вот это да Тренировочная Ты встал Просто на прямой ноге Вес тела Перенес Рубишь Как только это получается Да можно добавлять Вот она Это тренировочная Для того чтобы Когда мы на коне Лошадь не рубануть Бить нужно Не под задницу Вот сюда А вот сюда Вбок Вот как будто здесь Прямая линия И мы эту прямую линию Описываем Вот здесь держим Шашку Вот смотрите Клинок куда смотрит Как бы вот Вверх Только теперь под 45 Перекидываю в эту руку И рублю Отсюда Перекидываю в эту руку Рублю Перекидываю И корпусом Ить Вот здесь Раз И тут Обрушился Стремена Обрушился И прорубил Обрушился Прорубил Положение Всегда в седле Ножки вот Не вот так Не так стоят Ну Пошире И стал устойчив И прорубил Раз Прорубил Раз Прорубил Раз Прорубил Оп Это вот Простая перекидка Есть Фельдеперсовые Всякие Перекидки Из руки в руку Но это самая простая Самая удобная Прямо если Перекинул Вес Переместил На другую ногу Прорубил Ушел В тихом дону Это описано Любимый прием Перекидывать В левую руку Шашку И он Бежал Скакал На всадника Другого Потом шенкелем Пяточкой Подправлял Основное управление лошадью Было именно Ногами Поводом не управляли Вообще Лошади были приучены Шенкелем Он перенаправлял лошадь Вот иди сюда Начало Каждый старается Стой на месте Каждый старается скакать так Чтобы под правую руку Чтобы ты вот здесь прошел А я здесь Ну и кто быстрее Вот А вон самый последний момент Перекидывал Да Подправлял лошадь Перекидал руку Она резко поворачивала И с этой стороны Прорубал Да А тот не успевал среагировать И если тот всадник Налево даже бы рубил То есть Есть рубка Направо налево То угол уже не тот Его угол Когда он Его угол Когда он повернул лошадь Видите какой То есть Она же быстро бежит То есть она бежит вот сюда И он не успевал Не догонял клинком своим И все Кто-то оставался разрублен Вот Дальше что Когда казаки атаковали На старых картинах Еще можно посмотреть Вот То еще старики остались По рассказам можно спросить Клинок держали поднятым вверх Либо вот здесь Либо вот здесь Или же такое движение совершали С гиканьем Со свистом С криками Улюлюканьем Летели на врага И размахивали Шашкой Как только встречали Пехотинца Которого нужно было зарубить Клинок производился Вот такое положение И делался замах Отвлекающий маневр Защита у пехотинца С винтовкой Была в основном такая От конной атаки Он садился на колено Поднимал винтовку И пониже наклонялся Подставлял Чтобы удар шашки Пришелся Понятно И наши Что делали Он вот так Скачет Его пугает Он уже здесь Замахивается А потом обрушивается В стремена Делает обрыв И снизу вверх Поднимает Понятно Да И толку То что он поднял Нет И вот отсюда Доли секунды Если он не поднял Значит Сверху его рубили Клинок уже заряжен Поднял Значит снизу Не поднял Значит сверху И вот следующее упражнение Такое Руку вверх Поставили Весь тело перенесли И вот Раз сюда Раз сюда Раз сюда Послушайте Звук Свист Да Отсюда Обрушился Раз Раз свист Раз 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 Смысл же был Самый главный Не только в этом умении Но и психической атаке И Пока лава идет Противник должен был Жидким обосраться И убегать И в основном Дорубали убегущих Потому что редко Кто мог выдержать Ну вот Чтобы Как говорится Для примера Кто с лошадьми общался Или есть лошадь Попробуйте Какого-нибудь попросите Чтоб он сел верхами И на полном галопе Рядом с тобой проскакал А ты просто стой И почувствуй что это такое А если есть Тройка лошадей Или пять Десять голов Просто стань в поле Пусть они полным галопом Мимо тебя проскачут И почувствуешь А когда их сотня Когда их эскадрон И земля аж дрожит И все свистят Улюлюкают Орут Эти ж там Стреляют Дышь дышь А она не останавливается Стреляют А она не останавливается Потому что Ну как Если пошли То пошли Кого-то убило Он упал и остался А лава покатилась Без остановки И они понимают что все Ничего их не берет А тем Кроме того Были разные Маневры Лавы Были диагональные То есть Строй Где проходили вот так Диагональными Где была первая линейка Потом Она чуть-чуть приостанавливала Ход И фланги потом накатывали То есть Целая тактика Вот И он вроде стреляет Вроде вот они А тут и эти полетели отсюда То есть он ничего не понимает Остается пока Разворачиваться Бежать И уже В спину Или кто-то Просто ложился Прикидывался Мертвым А то же самое По правам джигитовки Обрыв сделал Рубанул Лежачего Или обрыв сделал Уколол А если с пикой В джигитовке В соревнованиях Есть такой элемент Колоть пикой На земле Лежащий предмет То же самое Если он залег Или он ползет Он с пикой Раз уколол Полетел дальше Или стрельба По лежачим По бегущим Движениям Пика она как Выдергивалась? Да-да-да Если на полом Скаку Кого-то прокалываешь Такарьяна То она проходила Вот так вот На метр вылазила Из человека Там уже не вариант ее забирать Поэтому Уколы и удары Пикой были не вот такие Что А точечные И все Достаточно Он уже не выжил Потому что Твоя скорость Даже 40 км в час С такой массой И стоит человек Или бежит И срет Ну что успевали Выдернулись? Да-да-да Ну это тоже опять же искусство И бросали на скаку Элемент жигитовки Поразить броском Пика Если мы допустим Я на тебя двигаюсь На лошади Ты начинаешь смещаться И уже уходишь Из поля моего действия То Был бросок пики Чтобы поразить Потом подберешь ее Дальше шашку Достал